В незапамятные времена, когда наши предки жили в горной части республики и когда жизнь диктовала свои условия, связанные с суровым климатом и постоянным отражением от набегов кочевников, Ингушей спасала не только взаимопомощь и взаимовыручка, но и такое емкое понятие, как я – дух соперничества. В первую очередь, благодаря такому понятию, как я, каждый старался лучше, качественнее и быстрее построить башню, чтобы не ударить лицо в грязь перед родичами, красивее украсить дом, лучше встретить гостя. Он был очень мощным стимулом, чтобы люди не сдавались перед трудностями судьбы, больше трудились и сохраняли свою национальную идентичность. Мы решили узнать, а что вкладывает слово «я» в наши современники. Если продукт соперничества идет в смысле соперничества самим собой, то это для меня совершенствование собой, исправление своих же ошибок, стараться стать более лучшей версией самого себя. В моем представлении понятие «я» – это дух соперничества, во-первых. Ну и у меня это слово ассоциируется, вот, к примеру, если человек хочет реализовать себя, хоть и немного, но лучше кого-то, да, лучше других, это одно из, по мне, это одно из достойнейших качеств нашего народа, нашей нации. Продолжение следует... А я халилит, я хлиля, хошта халилит, таатар, я лилия. Вот так, я дикакхуд дали. Вэй молодежь, хоств сих гул. Ханзлахтожжёжж, балы жених. Вэй егэжи, сам кийтех, царь, моболш, нахах. Алхамдуллах, вазин дайал. Но в сирам нут тацтоллждух, Хамаш Хамаххози. Балхвағаж тем боле ход. Интернет, вэллий, ачма Булхата, тучадар ход. Дух соперничества для меня, если я буду отвечать как мужчина, это мужчина без проблем, это не мужчина. Мужчина для того и создан, чтобы решать любые проблемы, семейные, рабочие, выживать. Вот это и есть дух соперничества. Естественно, мужчина должен ях-йол-ш-хал-вес. Вот в моем понятии это вот так. Одна из составных частей ях или духа соревнования – это стремление равняться по всему лучшему, что есть в обществе, в котором мы живем. Быть одним из лучших в труде, храбрейшем в бою. Оказаться первым там, где необходима помощь, последним, где идет о раздаче наград. Проявлять отзывчивость и щедрость по отношению к другим, скромность и умеренность себе. Ях или дух соперничества может быть индивидуальным, когда это касается отдельного человека. Он может относиться к семье или к целому народу. И очень важно, чтобы каждый из нас задумывался об этом в ранние годы или это поддерживалось в семье. Тогда человек будет стремиться стать лучшей версией себя. Но при этом многие люди путают понятие ях – здоровое соперничество с его антиподом, словом хах, которое переводится как «зависть, неприятие, вражда». Своё «я» я осознал, как обычно в подростковом возрасте, это 14 лет обычно происходит, когда подростки начинают совершать ошибки, сталкиваются с обществом. Именно тогда я понял, что нужно совершенствоваться и стараться исправлять себя, исправлять свои недостатки. У нас есть немало студентов, которые учатся за пределами нашей республики, которые учатся лучше других, стараются. То есть по-своему, как мне кажется, они стараются показать нашу республику с лучшей стороны, в наилучшем свете. Голубя – м Ну, естественно, народ тоже, конечно, я холест, я холест, я холест, я холест, я холест, я холест, должен болеть за свой народ, за республику, там, за город. Я пишу с ним, что мы тоже, я зря заполнить, оборудован и депутат, потому что он сам. Этот holест, я холест, я холест. Добро пожаловать в Киев! Обычай и традиции нашего народа требуют, чтобы родители воспитывали в детях здоровое соперничество, поскольку оно является залогом того, что человек станет достойным представителем общества. Ведь, как было сказано ранее, ях является связующим других важных понятий, таких как «си», «дино», «эздел», «хулк». Иметь «я» не означает стремление человека быть выше или сильнее других, это значит стремиться быть не хуже их, а тут, как говорится, ничто человеческое нам не чуждо.